Тему были подробно обсудим с Ольгой Курносовой, политическим аналитиком, главным редактором портала AfterEmpire. Здравствуйте, Ольга Владимировна. Добрый день. Здравствуйте. Вот женщины признают, что прямая линия президента оказалась, цитирую, просто издевательством над их просьбами, но что дальше делать не знают. Как вы считаете, проигнорировали специально их вопросы или все-таки просто, может, действительно четырех часов не хватило для того, чтобы объяснить ситуацию, что же будет с мобилизованными, которые там от начала полномасштабного вторжения и, в принципе, хоть какую-то реакцию дать этим женщинам, которые выходили на протесты, давайте вспомним, хоть какие-никакие, но были. Ну а зачем им отвечать? Они же не собираются революцию делать. И вообще, кто этих людей спрашивает хоть о чем-то? На самом деле, вся социология показывает, что самый главный запрос россиян сегодня — это когда закончится война. Но таких вопросов на пресс-конференции не звучало. И, соответственно, конечно же, намеренно не был задан вопрос и о ротации тоже, потому что ответить на него нечего. Бутинг несет какую-то чушь, что у него есть толпы добровольцев, сколько он там, полторы тысячи каждый день записывается. А где он их видел-то? В отчетах Шойгу или где-то еще? Или, может быть, он видел их своими глазами? Нет, конечно. Если бы это все было так хорошо, тогда не надо было бы вновь приобретших российское гражданство запихивать, заталкивать в армию. Но понятно, что сейчас с живой силой у Шойгу и, соответственно, у Путина большие проблемы. Поэтому никаких мобилизованных никуда не отпустят. И, возможно, были бы такие предположения, что, может быть, во время своей так называемой предвыборной кампании, потому что мы понимаем, что в марте будет происходить, это вовсе не выборы, это некое электоральное мероприятие, которое почему-то в России называется выборами. Возможно, какие-то вещи по поводу мобилизованных Путин сделает. Но, мне кажется, после этой пресс-конференции даже эти иллюзии должны отпасть. А как вы считаете, достаточно уже мощное движение, вот этот путь домой, оно обрастает сторонниками, разнообразнее акций становится, обращения в соцсетях, в телеграм-каналах. Что дальше? Как оно будет развиваться? Подкупят, задавят. Даже такое мнение было, что, возможно, их даже используют власти в своих интересах, что, мол, вот, смотрите, мы реагируем на запрос жен, на запрос матерей. Да, мы начинаем ротацию, но нам для этого нужна новая волна мобилизации. Была такая гипотеза, но, мне кажется, как раз пресс-конференция Путина эту гипотезу развела. Потому что, если бы что-то подобное у них было в голове, то нужна была бы какая-то первая реакция Путина на их обращение. Да, какой-то вопрос, до которой должен был прозвучать какой-то ответ. Что, да, действительно, мобилизация прошла больше года назад, они служат уже год. А у нас, я напоминаю, служба по призыву сегодня год. Да, и, собственно, наверное, стоит Министерству обороны задуматься о ротации. И какое-то поручение Шойгу должно было бы в этом смысле последовать. Но ничего такого не было. И, мне кажется, что это лишний раз подтверждает, что Путину на всех начкать. И, соответственно, никаких движений в эту сторону не будет. Когда начнутся какие-то перемены? Да, вот в начале сюжета показывали обращение военнослужащих. Вот когда военнослужащие будут не просто обращаться, а, соответственно, брать то оружие, которое находится у них в руках. И, я не знаю, там, как было во время Первой мировой войны, там, офицера повесить или еще что-нибудь. Вот когда такое начнет происходить, наверное, тогда власти начнут шевелиться. Но вопрос, когда это начнет происходить? Я думаю, мы еще в ходе нашей беседы к этому вернемся. А я хочу продолжить с движением «Путь домой». Там была такая фраза, не сейчас, а немного ранее, что мы хотим уже навсегда, нас ротация не интересует. То есть тут уже некоторым образом, ну вот исправьте меня, что подпадает уже под некую дискредитацию армии, и этим людям уже начнут потихоньку угрожать. Возможно ли такое развитие событий в данной ситуации? Ну, знаете, после того, как Борис Акунин у нас в список террористов и экстремистов лишний раз показывает, что в России возможно все. А что касается статьи по дискредитации армии, она настолько резиновая, что называется, что под нее можно практически все, так сказать, подтащить. Так что если власти решат, что кого-то из жен надо посадить, то они посадят. Другое дело, что они пока этого опасаются, потому что мужья-то у них там на фронте с оружием. А если они узнают, что их жен начали сажать, может быть, тогда они будут не просто обращение записывать, а что-то делать более жесткое. Мне кажется, это единственное, что удерживает власти от более жестких мер по отношению к женам. То есть даже вот эти дерзкие, скажем так, заявления, чтобы Путин, который сделал мобилизацию бессрочной, должен завершить боевые действия в Украине или отправиться на фронт сам, заявили родственницы призванных на войну резервистов в своем телеграм-канале «Путь домой». Это тоже, да, им, я имею в виду, кремлевской верхушке придется пропустить мимо ушей, чтобы не акцентировать на этом внимание, а вось вообще, в принципе, пройдет мимо ушей всех. Да, это один момент. А другое, их попытки обращаться теперь к Шойгу, к Герасимову, да, с письмами к министру обороны и также заместителю председателя Совета безопасности Российской Федерации Медведеву. Даже вот к нему, это уже, наверное, совсем отчаяние должно быть у этих женщин. Вот, с письмом, чтобы, мало того, чтобы отчитаться за численности военнослуживаний, сколько уже подписала контрактов и, собственно, какие вообще цели таких писем, как думаете? Ну, безусловно, в принципе, по Конституции, почему я смеюсь, когда говорю слово «Конституция», потому что российские власти, мало того, что его уже много раз меняли, но они, по большому счету, на нее плюют в каждом своем проявлении, да, потому что в Конституции прямо записано, что цензура в России запрещена. И это не мешает вносить писателей в список террористов-экстремистов и буквально каждый чих наказывается возбуждением уголовного дела. Но в этом смысле есть всякие законы, которые говорят о том, что государственные чиновники должны отвечать на письма жителей, да. Поэтому они, наверное, надеются, что должны был там Шойгу, Герасимов или, прости, Господи, Медведев им что-то ответить. Но мне кажется, достаточно посмотреть вот это вчерашнее мерзотное действие, когда Путин присутствовал на коллегии Министерства обороны, чтобы по поводу этих, я даже не могу назвать их людьми, стало все понятно. Да, просто пересмотрите то, что там нес Путин. Просто пересмотрите то, что там нес Шойгу. И поймите, что писать им совершенно бессмысленно. Гораздо осмысленнее писать, знаете, в спортлату, как в старом советском анекдоте. Владимировна, ну мы вот буквально... А можно, извини, я уточню. А что же тогда им делать, как вы видите? Ну, надо понимать, что единственное, что можно спасти страну, и их мужей тоже, это, собственно, революция в России. Да, и других способов нет. Соответственно, надо думать, каким образом действительно вот избавить страну от Путина и его комарей. Это единственный способ, который позволит вдохнуть свободно. Да, понятное дело, что, возможно, победа украинской армии способствует этому. Но мне кажется, сидеть и ждать, что украинцы все сделают за нас, тоже неправильно. Надо и самим немножко, так сказать, потрудиться. Абсолютно с вами согласен. И хочу вспомнить, напомнить вашу же фразу, да, по ситуации, как в Первую мировую. Мы буквально час назад обсуждали именно деятельность российского добровольческого корпуса Легиона Свобода России. Плюс ко всему сибирский батальон появился из представителей коренных народов, которые воюют на стороне Украины. То вы согласны с тем, что, ну, в принципе, вопрос риторический, вы же об этом говорили, что все эти обращения к Путину, призывы к власти одуматься, обратиться лицом к народу ни к чему не приводят. И текущая ситуация будет именно вот в том ключе и развиваться, что будет становиться больше вооруженных противников режима Путина. Абсолютно. Во-первых, власть сама людей толкает на этот путь. Но напомню, что ровно в тот момент, когда появились эти статьи за дискредитацию вооруженных сил, за фейки, когда люди поняли, что достаточно заменить ценники в магазине, чтобы загреметь на семь лет, да, примерно вот когда ты понимаешь, что просто засказанное слово тебя могут посадить, а у тебя это слово горит внутри, ты начинаешь думать, а может быть проще релейный шкаф поджечь, сделать это аккуратно, да. То есть они сами приравняли какое-то нанесение действительно серьезного материального ущерба просто словам. И в этом смысле они сами толкают людей именно на радикальные действия, на то, чтобы думать не о, что называется, переизбрании Путина, а революция. Вот этот эффект, когда во время этой прямой линии все-таки вопросы от женщин, которые хотят вернуть своих мужей домой и сыновей, а также братьев, вот вопросы о возвращении воюющих резервистов домой все-таки они транслировались на экране, да, в зале, где проводилась эта линия. Ну да, Путин не ответил, ну и ладно. Сказала лишь, что необходимости во второй волне мобилизации сейчас нет, но а сам эффект того, что зрители-то видят, что есть вопросы волнующие людей, а на них не отвечают. Они-то могут хотя бы этот процесс, да, игнорирование, повлиять на их мышление, собственно, и восприятие того президента, который очередной раз будет править их страной? Ну, на самом деле, это не первая история, да, на прошлых, я уже не помню, но какое из прошлых линий было такое, когда шли какие-то острые вопросы, и все восприняли это как прям какой-то оттепель потепления. Да, вот для всех тех, кто хоть в каком-то действии Путина видит оттепель, я предлагаю обратить внимание на вчерашние его слова о начале парада физкультурников, прости господи, на Красной площади. Последний парад физкультурников, если мне не изменяет память, состоялся в 49-м году. То есть Россия возвращается к Советскому Союзу не брежневских времен, которые еще кто-то помнит, ну, или которые многими воспринимаются как достаточно неплохое время для жизни. Нет, Россия возвращается к сталинским временам, и это не только мы видим в совершенно каких-то астрономических сроках, заключения, которые получают диссиденты, но даже в таком бреде, как парад физкультурников. Ольга Владимировна, буквально минута остается до конца нашего разговора. Ситуация перед выборами, вот у меня складывается ощущение такое, что вот возможно какие-то сюрпризы, или это я выдаю желание? Парад физкультурников будет. За действительное. Парад физкультурников будет выбор. На самом деле, да, вместо всеобщего голосования. Как вы думаете? На мой взгляд, никаких сюрпризов невозможно. Это электоральное мероприятие, которое полностью подконтрольно администрации президента, а в качестве исполнителя этого контроля выступает Центральная избирательная комиссия. И все, что мы там будем видеть, постепенно будут даже какие-то иллюзии отпадать. Вон тут вчера Невзоров кое-что про кандидата Адумцову раскопал. Правда, не всем это понравилось. Так что иллюзии будут постепенно отпадать. Поэтому лучше сразу эти иллюзии не иметь. Понимать, что в марте состоится преступление. И просто даже зайти на участок это соучастие в этом преступлении. Потому что псевдовыборы будут проходить и на оккупированных территориях. И даже, как они говорят, по украинским паспортам. Почему? Просто потому, что у них нет списков избирателей других. Есть какие-то старые списки людей, которые жили там, на этих территориях. Они просто всех перепишут, чтобы показать чеченский результат. Поэтому это преступление. Не существуйте в этом преступлении. Ольга Владимировна, спасибо огромное, что присоединились к нашему эфиру. Ольга Курносова, политический аналитик, главный редактор портала AfterEmpire, была с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш телеграм в описании.